Музыка Мы очень активно у нас в городе препятствуем возведению тех строений, которые не вписываются в городскую среду. Это столкновение публичных интересов и частных. И в той среде, в которой сегодня мы обитаем, россияне, есть различные способы решать проблемы во вред публичным интересам. Это дело было о защите публичных интересов против частных интересов. И не случайно, что с иском выступили прокурор Севастополя и правительство Севастополя. Сегодня эта эпопея завершена. Вчера вступила в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции. И принято судьбоносное решение для дальнейшей судьбы подобных строений в Севастополе. Принято решение снести это здание, поскольку оно признано самовольной постройкой. Снести за счет ответчика. Если ответчик не выполнит решение суда в течение 10 дней, правительству предоставлено право сделать это самостоятельно за счет средств ответчика. Нужно понимать, что общественный интерес это чрезвычайно важная категория для ощущения комфортности людьми. Вот я не знаю, как отреагируют севастопольцы, но думаю, что это тот случай, когда право встало на их защиту. Был приведен в действие закон. Если мы будем относиться к нормальному применению закона как к чуду, то извините, какой же мы правовой государство. Ну, доводы приводились, слабо говоря, совершенно несерьезные. Я даже был удивлен, что речь идет о столь серьезном строении и столь неубедительные доводы. Ну, например, любой севастополец поймет, что эти доводы смехотворны. Например, они утверждали, что собственник сам может решать, что ему строить. Можете себе такое представить? Вот такой правовой подход. Ничего подобного не существует у нас в Российской Федерации. Специальные органы, выдавая право на участок, даже если это право собственности, может указать, для каких целей выдается этот участок. Вот именно в этот момент и происходит измерение публичных интересов и частных. Человеку могут сказать, вы можете построить только жилой дом. И причем его высотность не может превышать, допустим, два или три этажа. Одним из аргументов было, что решение вынесено неправосудно, поскольку к рассмотрению этого дела не были привлечены вот эти многочисленные заинтересанты в виде пайщиков и так далее. Но такая юридическая технология. Вы создали учредители, вы создали юридическое лицо. Теперь в этой области ваши интересы представляет кооператив. Загляните в свой собственный устав. Я не знаю украинского языка, я и то понял, о чем идет речь. Что да, вот с этого момента, как создан кооператив, именно он представляет интересы всех пайщиков. Тогда вы о чем? Как же были нарушены права? Они были представлены, кооператив бился, пригласил несколько юристов. И суд согласился с этой позицией, что другие интересы пайщиков решайте в других судах. В решении суда первой инстанции был некий пробел, не было ответа на ваш вопрос. Вы очень правильно его поставили. Именно поэтому правительство Севастополя просило изменить решение и указать срок, в течение которого должно быть снесено это здание. Суд согласился с нами и установил 10-дневный срок на снос этого здания. И указал, что в случае неисполнения, добровольного неисполнения ответчиком указаний суда, правительство Севастополя может сделать это с последующим возмещением затрат с ответчиком. Это решение окончательное, но обжаливание не подлежит, да? Ничего не бывает окончательного. Наверняка будут предприняты какие-то ходы, какие-то задумки. Но решение вступило в законную силу и оно может и должно исполняться. Это было не единственное здание, которое уродует Севастопольскую бухту. Есть еще два голубых таких, как его севастопольцы называют, унитаза. Есть ли возможность их убрать? Потому как действительно огромное количество севастопольцев недовольны. Я отвечу так. Аж на я пророк? Нет. Я не знаю, как будет. Но я знаю, что по закону, если будет установлено, что это строение самовольное, оно подлежит сносу за счет того, по чьей вине это строение стало самовольным. Поэтому нужно запускать эти правовые механизмы. Это дело показало, что они работают. Даже в Севастополе. Вот этот дом с технической точки зрения может быть снесен направленным точечным взрывом. Есть специальные компании, они существуют во всем мире. Рассчитывается безопасность. И производится взрыв, когда конструкции складываются внутрь. Иногда это делается столь точно, что остается только вывести обломки. А иногда происходит, есть необходимость производить дополнительные взрывы. Но технологически это отработанные схемы. В Санкт-Петербурге сколько было таких случаев? В Санкт-Петербурге случаев со взрывами не было. За исключением вот тех строений, которые вышли и строены. Старые помещения, заводы или еще что-нибудь. Таких, чтобы самовольных, у нас в Питере в основном не допускают. Но когда построили учреждение, биржу, построили в глубине Васильевского острова, но со стороны Невы вот эта всеми узнаваемая стрелка Васильевского острова приобрела еще некое явление в виде грыжи. Пришлось снести три этажа. И они были снесены, они были разобраны. С тем, чтобы вот этот силуэт остался в форме. Вы слышали, наверное, целая эпопея была в Петербурге со строительством небоскреба «Газпромом». Уж на что влиятельная компания, главный налогоплательщик, закрепленный за Петербургом. И то вот петербуржцы объединились и добились, чтобы строительство было вынесено за город. То есть тут все-таки общественность имеет огромное значение. Да. Люди должны понимать, что если это действительно мнение людей, если это действительно публичный интерес, его нужно отстаивать на ранних стадиях, дабы не вводить в расходы людей, те, которые строят. В данном случае строил кооператив за счет внесения людьми каких-то денежных средств немалых. Вот на ранних стадиях общественности и их представители в лице правительства должны этому активно препятствовать. Редактор субтитров А.Семкин